По территории Рогачевская выборчая округа, это не посредно Рогачевске, а так само Кармянский район и один сельсоветов Жлобинского района. Участок номер 5 разместился в будинку клуба молочно-консервового комбината. Детерминовые и основные голосования тут вырешили проводить у одном помешканне, якое уже зараз полностью готовое до прохода выборщиков. Выбрать депутаты им необходимо с 5 кандидатов, самому старшему из яких 66 годов, молодшему нема и 32. Перед початком голосования на предмет створения беспечных умов участок проверили супрацовники Министерства по надзвучайных ситуациях и милиции. Ниаких заувах выказано не было. Выборчая комиссия вельми спадяются, что без заувах сбоку Жихару и наглядальников пройдут и сами выборы. Не глядячи на то, что в складе комиссии практически все мают ответный вопыт, яны ящик раз наведали тренинги и разглядели махчимые ситуации, какие могут возникнуть. Если были моменты, что сомневались, не слили в списке, люди приходят, спрашивают, конечно. Мы работаем с гражданами, которые имеют право участвовать в выборах плотно очень. По великим рахунку, в этой дне рахачу рыхтуется до двух важных падей. 4-го века снятот пройдет день белорусского письменства, а уже 6-го почнется детерминовое голосование. И это факт оказывает полный уплыв на подрыхтовку участков до проведения выборов. На участку номер 8, яки размещены у городским Доме культуры, для выборщиков проставлена уся необходная информация. Звездки об кандыдатах, законодавчай документы, график дежурства членов комиссии. Али месяцы для голосования на участку обсталюют только после проведения Дня белорусского письменства. 4-го века снятот будзе разгорнута выстава, просвеченная у Владимиру Мулявину. Нейки хвалявания у члены комиссии не выказывают. Усё, кажусь, будзе зроблена своя часова. Уключаючи проведение подчас выборов культурно-познавальных программ. Будет концертная программа перед площадкой Дома культуры. У нас будет внутри здания, на самом участке организована работа почтовых отделений, консультация с юристами, консультация с работниками медицины. Вот такая программа. Плюс ещё, возможно, будет какой-то показ кинофильма у нас в зрительном зале. Олег Сентюров, Олеса Рудянкова, Ялген Макеенко, Телерадио, компания «Гомель», Заргачёва.